Именя грешного помилуй, достойная всякого истинного блажистя, Боже, да и прочная, Матерь Бога нашего, Счастнейших Херувимов, славнейшего истину, Серафим, Безысления Бога, Слово, Рожащую, Сущую, Богородицу Тебе, Чая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и триста, И во веки веков, аминь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, воскресый измертый, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Молитва ради Трещи, Твоей Матери, Тело Счастного, Дотворящего Христа, Святых Ангелов, Наших Хранителей, всех ради святых, Помилуй, спаси меня, яко благослови, истинный благослови, аминь. Боже, милость, и будь не грешен, аминь, создавая меня, Господи, и помилуй меня. Да и счастливаяся грешен, Господи, прости меня, грешен, и помилуй меня. Царь Небесный, Утешитель Дух Истины, Ты везде существуешь, и весь мир наполняешь, источник всякого добра и жизни, податель. Приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благие души наши. Святые Божии, Святые, Крепкие, Святые, Бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши. Святые, посети, и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков, аминь. Отче наш, Сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, и во Твое, и Сарство, и Сила, и Слава, во веки, аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков, аминь. Внезапно придет судья, и деяния каждого обнаружатся со страхом воскликнуть полночь. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвами Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков, аминь. Встав после сна, благодарю Тебя, святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твоего человеколюбие, и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твоему, уразумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою. И открою встанное, чтобы прославлять Тебе в благодарном сердце, и воспевать святейшее имя Твоего Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков, аминь. Придите поклонимся Царю нашему Богу, придите поклонимся и припойдем ко Христу, Царю нашему Богу, придите поклонимся и припойдем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. салон 120 лет вздолбилизываю тебя господи господи услышь голос мой да ну слушай твой внимательный голос умолений если ты господи будешь замечать беззаконие господи в том стоит но у тебя прощения да благоговерясь перед тобой надеюсь на господа надеется душа моя на слово его уповаю душа моя ожидает господа более нежели стражи утра более нежели стражи утра да уповает израиль на господа ибо у господа милости многое у него избавление и он избавит израиля от всех беззакония его господи не надливало сердце мое и возносились очи мои я не ходил великое для меня недосягаемое не смирял ли я и не успокаивал ли души моей как дитя те отнятого груди матика душа моя была во мне как дитя отнятые от груди да уповает израиль на господа отныне и вовек помню господи давида и сокрушение его как он клялся господу давал обет сильному и акова не войду в шатер дома моего не зайду на ложе моё не дам сна чам моими вежда моим дремания до поля не найду место господу жилище сильному и акова вот мы слышали о нем ефрах и нашли его на полях и ариме пойдем жилищу поклонимся под ножей ног его стань господи на место покоя твоего ты и ковчег могущества твоего священники твои обрекутся правдой и святые твои возрадуются ради давида раба твоего не отврати лица помазанника твоего клялся господь давиду в истине и не отречется ее от плода чрева твоего посажу на престоле твоем если сыновья твои будут сохранять завет твои откровения мои которым я научу их то и их сыновья во веки будут сидеть на престоле твоем ибо избрал господь сион возжелал его в жилище тебе это покой мой навеки здесь вселюсь ибо я возжелал его пищу его благословляя благословлю и ищите у нас ищу хлебом священника в его облеку от спасения и святые его радостью возрадуются там возвращу рог давиду поставлю степень и помазанника моему врагов его облеку стыдом а на нем будет сиять венец его как хорошо и как приятно жить братьям и вместе это как драгоценный елей на голове стекающий на бороду бороду агону стекающий на края одежды его как роса ямонская сходящий на горы сионской ибо там заповедал господь благословение и жизнь навеки благословите ныне господа все рабы господи стоящий в доме господи во время ночи воздвигайте руки ваши в свечелище и благословите господа благословить тебя господь сиона сотворивший небо и землю аллилуйя 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 слава тебе боже аллилуйя 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 слава тебе боже боже очисти меня грешного ибо я никогда не делал ничего доброго перед тобою избавь меня от зла и пусть будет во мне твоя воля дай мне не подвергаясь осуждению открыть мои недостойные уста и восхвалить святое имя твое отца и сына и святого духа ныне и всегда и во веки веков стал после сна я посреди ночи приношу тебе песни спасители припадая к стопам твои и взываю к тебе не дай мне уснуть в греховной смерти но сжалься надо мною добровольно распявшийся скоро подними меня беспечно лежащего и спаси меня стоящего пред тобой на молитве и после сна ночного пошли не ясный безгреховный день христи божий спаси меня владыка человеколюбчив став после сна я спешу к тебе по милосердие то им принимаясь за угодные тебе дела я молюсь тебе помоги мне всегда и во всем и избавь меня от всякого зла в мире от дьявольского искушения и спаси меня и вели в царство твое вечное ибо ты мой творец и источник и податель всякого блага на тебя вся моя надежда я возношу тебе хвалу ныне и всегда и во веки веков аминь господи по обильной твоей благости по великому твое милосердие ты дал мне работу и на прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла ты сам владыка творец всего сущего удостой меня при свете твоей истины с просвещенным сердцем исполнять твою волю ныне и всегда его веки веков аминь господи в содержителю божий сил бесплотных и всякой плоти на высотах небесные живущие озирающие долл земные наблюдающие сердца и помыслы ясно ведущий тайны человеческие безначальный вечный и неизменный свет который не оставляет затененного места на своем пути ты сам бессмертный царь прими моления наши которые мы в настоящее время надеясь на обилие сострадания твоего творим тебе из нечистых уст и прости на прегрешение наше совершенное нами делом словно мыслью вольно и невольно и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа и дары нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня второго пришествия единородного твоего сына господа бога и спасителя нашего иисуса христа когда общий судья придется славой воздать каждому по делам его да найдет у нас не лежащими и сонными но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповеди его и готовы войти с ним в радость и божественный чертог славы его и непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица твоего ибо ты истинный свет просвещающий освещающий весь мир и тебя воспевает все творение веки вечные аминь святый ангел поставленный блюсти мою бедную душу несчастную жизнь не оставь меня грешного и не отступит меня за невоздержанность мою не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела возьми крепко несчастную опустившуюся мою руку и выведя на путь спасения о святой ангел божий хранитель покровитель бедной моей души и тела прости мне все чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни и если я чем согрешил прошедшую ночь защити меня в настоящий день сохрани меня от всякого искушения вражеского чтобы мне не прогневать бога никаким грехом и молись за меня ко господу чтобы он твердил меня в страхе своем и садил меня рабом достойным своей милости аминь пресвятая владычица моя богородица святыми твоими и всесильными мольбами отгонять меня ничтожного несчастного раба твоего уныние забвение неразумия нерадения и все скверные лукавые и хульные помышления от несчастного моего сердца помраченного мама его и погаси пламени страстей моих ибо я нищет слаб избавь не от ноги губительных воспоминаний намерения освободи от всякого злого воздействия ибо ты благословенно от всех родов и твое пречестное имя славится во веки веков молите бога она святые угодники божия игнатий ольга анатолий андрей екатерина елена надежда роман сергей я не с его мы усердно к вам прибегаем как скорым помощником молитвенникам о душах наших богородица дева радуйся благодатная мария господь с тобою благословена ты между женами благословен плод чрева твоего и по ты родила спасителя души наших спаси господи людей твоих благослови принадлежащих тебе помогая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силой креста твоего церковь твою спаси господи помилуй отца моего духовного игнатия батюшку и акима родители моих братьев сестер родственников начальников благодетелей всех ближних моих и друзей и всех православных христиан подаем твои земные и небесные блага не лиши и милости твоих посетих укрепи силы твою дару им здравия спасения души ибо ты благ и любишь людей ибо аминь упокой господи души усопших рабов твоих родители моих родственников благодетели всех православных христиан простим все и грехи вольные и невольные дары им царство небесное со святыми упокой христе души рабов твоих правцев отцов и братьев наших там где нет ни болезни ни печали ни душевных страданий но жизнь бесконечная воистину достойно прославлять тебя как богородицу всегда блаженную пронепорочную матерь бога нашего мы величаем тебя как истинную богородицу родившую без болезни бога слово достойны большей почести чем херувимы и несравненно славнейшую нежели серафимы слава отцу и сыну и святому духу и ныне и всегда и во веки веков аминь господи помилуй господи помилуй господи помилуй господи иисусе христе сыне божий молит ради причистой твоей матери преподобных богоносных отцов наших и всех святых помилуй нас аминь Боже наш милостивый Небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя и которых предаем на Твое попечение и защиту. Ложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобою, достой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво и добродетельно жить, быть добрыми христианами, полезными людьми, дай им здравие, душевное телесное, успех в трудах. Избавь их от хитрых кознег дьявола, многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых, беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Прочистой Матери и всех святых, Приведи их к тихой пристани Твоего вечного Царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном, ижетворящим Твоим Духом. Аминь. Господи Боже наш, возри на детей наших, не спошли на них духа премудрости, разума, благочестия, просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро уразумели и усвоили изучаемые ими предметы, и употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближним и во свое спасение, потому что Ты источник премудрости, и Тебе славу возносим, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Тебе спрашивают, пусть выч As protesting. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Аллилуйя Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Воздай вещи с Тебя, Гром, всем привившихся с моей душой Мария, Степана, Исана, Михаила, Анна Слава Тебе Всебожий Наша Пресвятая Госпожа Богородица, Пресвятая Дева Мария, Матерь Христа Бога, Пошла Спасибо Воздай милость всем помогавшим нам в пути Павла Динаирова Владимирова 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 Дмитрия Сергея Ангел Христов Хранитель мой святой Моли Бога мне грешен Благодарю Тебя мой ангел за эту ночь Столько лет Ты хранил и защищал И в сегодняшний день Все это откроется Не покинешь смерть и счастье А душа будет разрушаться от тела И проведи душу мой помыться И введи я навеки вечное царство Христа Бога Нашего Аминь Слава Тебе Божий Наш Слава Тебе Иоанн Креститель Пресвящий Христов Моли Бога Аминь Иоанн Креститель Пресвящий Христов Молите Бога о нас. 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 Молите Бог. Молите Бога о нас. Молите наше молитву. Аминь. Аминь. Доброе утро. Доброе утро. Молите Бога о нас. 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 Молите Богу о нас. говорит но не так же все это было а вот я так вот начинает откуда что взял это и вот поэтому люди видя эту любовь они приходили вот поэтому они кайли сезыщики победили нашу любовь призывает любви и улыбается его всем и отзывы гляжу точно такие же держа вот его наши то что христиане шли улыбались ну это большее вранье чем правительство врет нам все об улучшении жизни этого не было они улыбались ты просмотри хамагриде шепель как улыбались они на аренах зверям бросали колизей в риме посмотрите он как писал не кажется то а про курение вас водит кефиру где прежде дымилась а кровь христиан в это время в римском пантеоне а рим то захватил все и британии и до индии дошли вот и там хранились в их пантеоне божества тех народов которые они захватили каждый мог прийти поклониться толерантное государство все пожалуйста христианам предложили определенную нишу ставьте своего христа вот здесь статуя и поклоняйтесь давайте мирно жить мирно государство то зачем нам этот экстремизм толерантность не так это было христиане которых уничтожали сжигали топили было одно любовь к христу но в чем она выражалась не в игре в любовь стоят посреди арены львы выскакивает они поднимали вверх один палец и кричали кресту царегна и христос царствует царствует все ваши пятьсот идолов это не боги по названию зато узбор было их 500 а в действительности ни одного это все выдуманные были христос царствует все на один пёс поднимали один какой не знаю но я думаю что правой рукой указательный какой-то смайлик может выразить то что я говорю как выразить отношение моё к этому показать верх палец вот я все признаю или там еще что-то ну не признаю все смайлики никогда не писал и не пользовался я не настаиваю хоть и все вылети но это не отражает твои мысли но как для нас и бы так писал американский американский немецкий фельдмаршал дневники писал все нехорошо победа палец вверх вчера было вниз как мир он показывал ну чтобы мы узнали он прямо описывал где какое отношение вот брестская крепость вот гаврилова наверное недели его не могли оттуда выкурить никак и наконец раненого вытащили и немецкий генерал повелел в лучшем госпитале военном положить его чтоб примером служил до советского бы по кишкам растянули это сегодня пишут на тебе и фашизм вы можем валерь к этаж если бы не писал это не говорил чтобы мы узнали смайлики это нарисовали там рожа какая-то круглая вот это все уже привыкли к этому тогда привыкли а я не не привыкал и я только гляну то нельзя это нельзя делать ничего тут греховного нету это очень быстро так картинку кинул все но как я переплету это тебе и в книгу книгу переписки и все время каждый том по страницам размещены что на какой странице это это тоже работа я призываю к тому чтобы работали а вы себе говорите о ком буду говорить о тебе почему я как не боялся покажи веру твою без дел твоих а я бояться буквы я а я покажу тебе из дел моих я последний букв ошибаетесь она первая по-славянски церковно-славянски ази еще боятся пара у тебя более всех подрудился более был путешествие более в гонениях почему он не боялся так как огня боятся потому что это обличает людей ничего не сделаешь попы все продажные сребролюбивые а счеты сделал для этого я всегда вопросом что сделать да ничего не сделаешь ничего не начинали делать привыкли на фальши на лжи жить я начинаю говорить прямо шлопаются от злости вы говорите о себе это хвалитесь написано хвалящийся хвалить господом прямо повеление хвалились город на вершине горы не может скрыться светильник не под кровать ставят на на высоком месте для чего бог дал эту благодать выполнить то что он заповедал чтобы прятать кого это привлечет грешно супер грешно на нас плют все какие вы хуже поганцев всяких а а когда ты покажешь человеку это что вы сделали не я благодать божия это нельзя сделать а какой у меня нет пример никто покажите кто письма томами переплетал в настоящее время это если слуги делали там у льва толстого у чехова ну там полтора тома я говорю а сотни того это какая же переписка была и каждое письмо это не записка какая-то 10-12 страниц на тонкой бумаге печатают сразу в шести экземплярах на машинке есть что показать вы сейчас такое это вот поколение а чтобы для будущего поколения сделали а что вы сделали но я скажу ты заупернул заумирал сразу вы себе говорите себя любимого хвалите я хвалю бога хвалящийся хвалить господом это нельзя сделать мне бог открыл путь на нашу на издательство здесь которая и там разные газеты печатают печатают и магазинах этих киосков продают союз печати еще общество лига и с ними перезнакомился в этих киосках а у них книги эти остаются газеты не проданная но это не 2 не 3 газеты то там и совершенно секретные ну то чего только нет аргументы и факты комсомольская правда известия новое известия я там всюду брал и по экземпляру везде отнимал читал подчеркивал и переплетал а как переплетали как книгу с корочками в развернутом виде так как в краевой библиотеке я ознакомился ходил и что ничего собираю все газеты какие есть переплетая журнальщики как на натуралист они ежемесячно выходят получается книжка страниц на 900 книжка корочками с капталами закладками еще ну нет уже ни у кого что там говорить я у себя посмотрел для будущих поколений зайдешь на склад и написано для будущих поколений написано крупный для будущих поколений я замерил примерно как 750 килограмм но они свернуты уже газеты которые не все переплетенные и 13 с половиной метров высоту а то сколько этажей ну какое дело не возьмешь нигде ничего не делается приезжают у нас фотографирует порядок какой церкви вот что сейчас проходим архимандриты стоят все снимают и ни один повторяю ни один нигде у себя не мог воплотить потому что другие сразу же его зажали что ты делаешь зачем это знать людям это не надо тут лишняя работа то есть наемники волки лютые и не любящие стадо своего вот я про это и говорю вот не пользуюсь маленьками опишу сегодня поздновато встал в два часа ночи в два такими-то минутами это все уже до до ночи пока почту разобрал на все все ответы осмальника судит вообще посмотрю у них делают решить я отвечаю подробно и вот освещение говорит что первые христиане они улыбались и я сейчас даже вот закроем алейка туда зайдут себе может быть даже я увижу кто он такой какой то наверное уже я вот вкинул его не видать где-то мы дальше вот говорят об этом так я написал что этот человек не прав вот что зачитаю здесь тоже вот смотрите батюшка я говорю любви с патриаршей всех люблю никого не осуждаю пять слов без пробелов а дальше пишу пишу разве вы не считали макея 12-3 макея 21-16 марка 12-26 разве вы не считали ответ матфееву но христиане они грубости не говорили они никого не оскорбляли они не отвечали батюшка зачем же неправду говоришь я отвечаю матфея 3-7 увидев же он многих парисеев по садуке и выдущий к нему креститься сказал им порождение ехиднины то есть змеёныши кто внушил он бежать от будущего гнева то что матфея 12-34 порождение ехиднины как вы можете говорить доброе будущее злы ибо от избытка сердца говорят уста матфея 23-33 ну мы даже подражать хрису так это христос говорит дальше змеи порождение ехиднины как убежите вот осуждение в диену никого не обличали в первых христиане я пишу я на 844 ваш отец дьявол а вы хотите исполнять похоть отца вашего лжете он был человеку убийца сначала не устоял в истине ибо нет нём истины когда он говорит ложь говорит свое ибо лжется отец лжи ну как как они разговаривали а вот деяния 752 степан кого из пророков не гнали отцы ваши они убили предвозвестивших пришествие праведника которого предателями убийцами сделали вы вы которые приняли закон при служении ангелы не сохранили и что они обратились богу не до слушая сия они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами я что придумывается зачем врать людям то давайте сейчас любить любить да вот и мы заключается любовь чтобы с них коросту глаз содрать иуда 1.23 а другие страхом спасайте и сторга из огня обличайте же со страхом гнушаясь даже одеждой которая осквернена плотью они к нам заходят тебя групп кочеварки повешайте одежду наша одежда чтобы не соприкасалась прямое повеление официанам 5.11 и не в счастье бесплодных делах тимы но и обличайте не просто сядьте и смайдиками раскидываетесь 1 тимофею 5.6 20 согрешающих обличая перед всеми чтобы проще страх имели это я отвечаю священнику и кинул ему туда 2 тимофею 4 2 проповедует слова настой во время не во время обличает запрещает увещевает со всяким долготерпением назиданием титул 1.13 свидетельствует это справедливо по сей причине обличая строго дабы не были здравы в вере титул 2.15 сие говорю вещевая обличаясь со всякой властью чтобы никто не приобрегал тебя а дальше пишу а если взять по житьям святых то там море обличение на самом высоком уровне 5 мая ирина у правительства деки призвал ее ответ был несчастливыми правитель с деки женщина так отвечает да нет они улыбались они говорили им хорошо и виде их хорошую жизнь святую люди обращались богу брехня 30 мая жития святых исааки дал матки исаакиевский собор щас его назван император валент не раз просил его монах прекрати обличение то куда будет но исааки продолжал обличать и победил злодея 20 октября жития святого артемия явно ступенько он сказал тебя бог допустил прийти на нас как дьявола на его праведного и что ему огромный камень на живот положили внутренности все выдавили из него артемий 5 января сава освященный шли же все монахи убеждать царя в его неправоте пришли монахи разогнали все войска юридиков пришло там их около 50 тысяч монахов дубины в руках там может мечи были все улыбались 5 марта конан и саврянин когда его арестовали то христиане с оружием в руках освободили его я называю житель святых 13 ноября ян златоуст постал дьякона сначала сказать обличение царицы и доксе а потом скажи ей чтоб храм не зайдешь и не допускай в храм она дочь волхва была в аркаде жена я дальше говорю мне в ответ отвечают ну действительно обличание из-за всего не было у священников просто когда слышишь что-то здраво ну там зерну малому радуешься благодарим игнатий тихонович на ваш ответ спаси христос а я дальше отвечаю не то что не было обличения но он говорит вопиющая неправда о первых христианах что это было вроде как лидерцы под языком у язычников христиане объявили непримиримую войну всем ложным божествам они клеймили язычников как зверей в этом все жития 1 корейском 10 20 нет но что язычники принося жертву приносят бестам они богу и вот все 500 поклонников у каждого то не один поклонник у божества был все объявили войну христианам никого нету нигде они остались но я не хочу чтобы были в общении с бесами ну как они отнесли скажи это что памятник сталину ленину был прием сразу же расстреляли бы не можете пить чашу господню чашу бесовскую не можете быть участниками трапезе господней трапезе бесовской 2 корейском 44 для неверующих у которых бог века сего ослепил умы чтобы для них не воссиял свет благовествования славе христа который есть он сброс бога невидимого 8 июня это уже утром сегодня пишу прокопий насильнику жены ответили в аду почувствуешь муку и он отдал душу демонам 21 декабря ильяне ответил жениху как я соединюсь с врагом царя с большой букву царя брак с тобой это гроб смердящий она была обращена ему на девятом году жизни а усечена на восемнадцатом 5 мая это про ирину читал 4 апреля и осень и смотрите там для обменения говорили по имени и по делам ты зверь лев 10 июня антонина на мучителя не зверги его на дно адово господи молились за врагов и это все одобряется это я сказал об этом вот смотрите маленькие мой магазинчики там все продавалось раньше комки называет их комки я ни разу нигде ни одного конку и я не оказал честь один только был ториадор название но я не вытерпел тут подошел наклонился к ней и говорят что такое ториадор она не знает но я не хозяйка это меня тут посадили я скажите это на ринге бился с быками и дориада это последний который втыкает ему шпаги в загривок знаю где перед пресечь ему нервы доход скажите хозяин вот и цены тут повысил люди наклоняются в него низко окошко то и вы их добиваете ценами у которых людей ничего нету она глаза на меня вытаращила и правда через неделю и до название другое а только еще нельзя сделать да еще не делали около вокзала прохожу барнауле площадь и вот что я увидел мужик торгует а ну вот такой железный довольно объемистый и у него там всякие порнографические открытки я говорю ты что делаешь то а что свобода это еще раньше перестройка была свобода убери мерзавец кто ты такой борода пошел отсюда да ты на а он как я сразу же позвонил в управление краевое управление милиции сказал такое дело мне некогда тут разбираться то вы сами разберитесь но на утром по решил подойти поговорить с мужиком то подошел ничего нигде нету киоска нету я спрошу как оттуда кран приехал говорит подцепили он только выскочил оттуда и все кончилось а то ничего нельзя сделать у меня один ответ ничего и не делали это пример я все говорю примеры мне нравится выражение наполеона бонапарта он прямо говорил главное вязать как драку а там видно будет не быть безразличным бог и награду обещал вот это я коротко сказал просмайлики и про то чтобы не были мы безразличными не говорили что первые христиане такие были как принято говорить пушистые мякой кинет чуть не бывало я еще не взял тут горди был такой он шел мимо святой а тут казнят христиан он прямо зашел на трибуну выше на стадионе поднял руку закричал безумные что вы делаете свет общество лучших людей казнить и как вы же не будете его странно арестовали ну все сергей продолжай дальше то по дисциплине ввести в закон постоянную проповедь одну или несколько за каждым богослужением кобычки открываются предстоятели церквей должны во все дни наиболее же во дни воскресное получать весь клир и народ словесам благочестия избирая из божественного писания разумения и рассуждения истины и не приступая положенных уже пределов и предания богоносных отцов если будет исследуемо слово писания то не иначе да изъясняют он разве как изложили светил светило и учители церкви в своих писаниях и сими более до удостоверяются нежели составлением собственных слов дабы при недостатке умения всем не уклониться от подобающего ибо через учение вышелеченных отцов люди получая познание о добром и достойном избрании и о неполезном и достойном отвращении и исправляют жизнь свою на лучшее и не страждут недугом неведения но внимая учению побуждают себя удалению от зла и страхом угрожающих наказаний соделывают свое спасение шестой вселенский собор девятнадцатое правило проповедую слово настой во время и не во время обличай запрещай увещевай со всяким долготерпением назидание 2 тимофея 4 2 вот это основе здесь шестой вселенский собор девятнадцатое правило запомните наизусть ничего не делать и вопреки того что и толковали святые отцы но воскресенье тут собрание было за девица тут ну то другое она не верит что дьявол есть это самая большая победа дьявола что сумел доказать что его нет о нем господь говорит в район подошел дьявол полностью принял душу а как а зачем ну кто ты чего как зашел не ходил пропускала службы и наконец все рухнул ничего нету дальше позвонки золотые между ними кругом это о непрестанной проповеди как постоянный звон от позвонков колокольчиков при ходьбе исход 28 33 3 истребить совершенно всяческую торговлю в храме и в церковной награде чтобы из служения богу не делали гешефт что такое гешефт предприятие торговое занятие церковь не ларек не дом торговли не вертеп разбойников любящий христос сбил только церковных торгашей веревкой это самые богопротивные люди разбойники алчные и нашел что в храме продавали волов овец и голубей и сидели миновщики денег и сделав бич из веревок выгнал из храма всех также и овец и волов и деньги у миновщиков рассыпал а столы их опрокинул и сказал продающим голубей возьмите это отсюда и дома отца моего не делайте домом торговли и она 2 16 и вошел иисус храм божий выгнал всех продающих и покупающих в храме опрокинул стал именно щеков и скамьи продающие голубей и говорил им написано дом мой домом молитвы наречется вы сделали его вертепом разбойников в англии от матфея 21 глава 12 стих никто не должен внутри священных оград корчевницу или различные снеди поставлять или иные купли производить сохраняя благоговение к церквам ибо спаситель наш бог житием своим воплоти научая нас повелел не творить дома отца своего домом купли он и пеняжникам рассыпал пенязи и выгнал творящих цветы храм мирским местом пеняжники это кто на щеке или кто такие непонятно посему если кто облечен в леченном преступлении да будет отлучен 6 вселенское правило 76 вселенский собор 6 76 правило далее кавычки открываются грех к смерти есть когда некие согрешая неисправленные пребывают горше же сего то когда жестоковые нам остают на благочестие истину предпочитая богатство послушанию пред богом и не держать его уставов и правил таковых нет господа бога есть не смеется не смиряться и не истрезвятся от своего грехопадения подавает им пачи приступать к богу их сокрушенным сердцем просить оставление греха его и прощения а не чеславится даянием неправедным 7 вселенский собор 5 правило еще цитата а многобрачие отцы умолчали как одели скотском и совершенно чуждом роду человеческому нам же сей грех представляется тегчайшим блуда посему благорассудно будет подвергать таковых эпитемии по правилам то есть да будут едино лето плачущими три лето преподающими и потом могут быть приняты василь великий 80 правило стоглавый собор 38 правило никто не должен отдавать в рост деньги пользоваться жидовскими процентами жить на чужие труды от корня всякого зла цитата если дашь деньги взаймы бедному из народа моего то не притесняй его и не налагай на него роста исход 22 25 не бери от него роста и прибыли и бойся бога твоего я господь чтоб жил брат твой с тобою левитов 25 36 возвратите им ныне же поля их виноградные масличные сады их и домы их и рост серебра и хлеба и вина и масло за который вы судили их имя 5 11 господи кто может пребывать в жилище твоем кто может обитать на святой горе твоей кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного поступающий так не поколеблется вовек псалом 14 5 стих умножающий имение свое ростом или хвою соберет его для благотворения бедных притчи 28 8 и риме 15 10 и языки 18 13 языки 22 12 далее цитата епископ или пресвитер или диакон лихвы требующий занимающиеся ростовщительством от должников или пусть перестает или да будет извержен постельское правило 44 7 поскольку многие перед причисленные в клир любостяжание или хаимству последуя забыли божественное писание глаголющее серебра своего не давая в лихву и давая в долг требует сотых судил святые великий собор чтобы если кто после сего определения обрядчица взимающий рост данного в заем или иной оборот дающий всему делу или половинного роста требующий или нечто иное вымышляющие ради постыдной корости таковый был извергаемый склира и чужд духовного сословия 1 вселенский собор 17 правила кавычки открываются епископ или пресвитер или диакон взимающий лихвы или так именуемые сотые или да перестанет или да будет извержен 6 вселенский собор 10 правила и ладыкийский 40 рассуждено также чтобы клирик давший взаим деньги столько же денег и получал а давший вещи получал сколько дал карфагенский собор 21 правило как непременные спутники торговли везде и всегда есть посторонние люди непрерываемая передача свечей отвлечение от молитвы шум хождение отсюда и извращение ума будто от возмездия за грехи можно откупиться деньгами и не чистыми свечами отсюда и уверенность что все это мирское безобразие в церкви допустимо якобы церковное дело необходимо не допускать хождение служит церковных во время богослужения по храму их пустые разговоры объяснение чего-то приходящим посетителям и зрителям 4 установить строгость по священному писанию по канонам церкви цитата весьма болезную что правила отеческие оставлены и всякая строгость изгнана из церквей и боюсь чтобы дела церковные не пришли в совершенное замешательство когда сие равнодушие мало по малу далее идти будет своим путем по обычаю издревле водворившемуся в церквах божиих служители церкви приемлемы были по испытании со всякую строгостью и все поведение их прилежно исследуемым было не злоречивы ли они не пьяницы ли не склонны ли к ссорам наставляет ли юность свою да возмогут совершить и святыню без коя никто не узрит господа евреям 12.14 и сие испытывали пресвитеры и диаконы с ними живущие доносили о том хоре епископа а сие приняв отзыв от свидетельствующих поистине и представив епископу таким образом причисляли служителя к священному чину а ныне вы во первых нас отвергши и не восхотев даже извещать нас всю власть заключили в самих себе потом вознеродев о всем деле пресвитерам и диаконам позволил кого восхотят без испытания жизни их но по пристрастию происходящему или от родства или от иного некого содружества недостойных вводите в церковь от всего много служителей церкви числятся в каждом селе но нет никого достойного служению алтарю как вы сами свидетельствуете не находя людей при избраниях по элику дело сие пришло наконец в состояние не исцелимое особенно ныне когда многие из страха быть и взятым им воины определяются в служении церкви то я по необходимости обратился к возобновлению отеческих правил и пишу к вам чтобы вы прислали мне список церковных служителей каждого села с показанием кем кто определен и каково житие его имейте же и вы у себя такой же список дабы можно было с находящимися у меня записями встречать ваши и дабы никому не было возможно вписывать самого себя когда захочет таким образом если которые приняты пресвятерами после первого лета индиктиона до извергнутся в число мирян до произведется же вами вновь испытания их если достойны до примутся по вашему решению очистите церковь удаляя ее от служения недостойных и впредь достойных испытывайте и принимайте что не числите в клире прежде нежели представите мне иначе же ведайте что приняты в церковное служение без моего разрешения будет мирянином василий великий правило 89 пост обязателен для всех только больным малым и очень престарелым священник может разрешить в постные дни вкушать вино и лей масло растительное и ничего более сего цитата если кто епископ или пресвитер или диакон или иподиакон или чтец или певец не постится в святую четырех десятницу 40 дней перед пасхой или в среду или в пятницу кроме препятствия от немощи телесной да будет извержен если же мирянин да будет отлучен апостольское правило 69 тимофея 8 10 новая скрижаль страница 248 6 вселенский собор 56 правило нарушающий пост отлучается от причастия на два года настольная книга священнослужителя том 1 и страница 535 не есть колбас кровью деяние 15 глава стоглавый собор 91 правило сегодня закончим думаю будет общий до понедельника но завтра занятия будут выигнать их позвоните кого-то братьям пусть приедут затопят я не михаил тому я не знаю кому сказать тупо льгу его там позвонить я не знаю там список же и все заняты я не знаю сами стопить и так дачу а взял ведра и пошел за водой взял топор пошел трава короче все с богом отошел Yeah You you Продолжение следует...